Венсповский дигитальный центр предложил школьникам занятия по созданию видео, которое посетило более ста учеников из первой гимназии, второй, четвертой и шестой средних школ. Им интересно. Многие создают видео на тему проектной недели, например, в шестой школе. Тема «Здоровый образ жизни», об этом учащиеся шестой школы и сделали фильм. В школе этому не обучают. Может, в программы каких-то школ это и включено, но в стандартных этого нет. Мы обучаем снимать на мобильные устройства, которые доступны сейчас почти каждому. Обучаем складывать видео в программе Movemaker, которая входит почти в каждый пакет Windows. Интерес со стороны школ был большой. Мы, планируя график занятий, не смогли организовать их в одном помещении. Занятия проходят параллельно в двух помещениях, в три захода. Райтис Роза признал, что дети умные и находчивые. Занятия проходили несколько дней. Вначале была теория, школьники узнали о настройках видео, как составить сценарий, как разместить видео в облаке и многое другое. Следующие два дня велась съемка. Когда все было снято, работа продолжилась в дигитальном центре, где школьники монтировали видео, публиковали его. На проектной неделе мы научились очень многому. Монтировать видео, вставлять музыку, видео, титры. И вообще очень много. Мы делаем это в первый раз, и нам это очень понравилось. И, возможно, мы будем продолжать тоже делать уже вне этого здания. Скажите про свое видео. Что там? Мы снимали про жизнь наших школьников, что находится в школе, что вокруг школы. Как проходят уроки. Как наши дети готовятся к проектной неделе, к юбиле и школе. Все по это. Как вам нравится ваш преподаватель? Он очень добрый. Он очень добрый и всегда поможет, если его подозвать. Очень много улыбается. Да, это радует. Приобретенные навыки помогут детям использовать компьютер не только для игр, но и в процессе обучения, что является одним из стратегических направлений развития информационных и коммуникационных технологий Вэнсполса. Со школами у нас сформировалось тесное, хорошее сотрудничество. Мы приглашаем и учителей, и учеников приходить к нам, осваивать различные навыки. Например, сегодня в первой гимназии было занятие по оформлению документов по делопроизводству. Как создать библиографию, например, и тому подобное. Вэнсполский дигитальный центр популярен среди школьников. Так как здесь доступен широкий выбор технологий, все это бесплатно при использовании в учебных целях. Виктория Бушина, Гита Мартинсоны, Мартий Спутникс, Курзамское телевидение.